Кампусы университета Центральной Азии располагаются в Нарыне, Харойге и Текеле. Здесь встречаются культуры и путешественники по древнему Великому Шелковому пути. Кампус в горном Нарыне – уникальное учебное заведение. Здесь все говорит об устремленности учебного заведения в будущее. Корпуса гармонично закрывают собой долину, замыкая две горные цепи вдоль поймы реки. С одной стороны – скалистые горы со стриями арчи и заснеженными вершинами, с другой – сказочный ландшафт из песчаноглиняных горных замков. Мы – один университет в трех странах. И мы уникальны в том, что мы не в больших городах, мы в сельских местностях, в маленьких городах, в экономичному депрессионному региону. И это такой вызов для общества, что можно иметь качественный международный университет, который не по столицам, а в маленьких городах. Оснащению кампуса университета позавидует любой самый престижный вуз где-нибудь в Европе или Америке. В библиотеке в считанные мгновения каждый из студентов может получить электронную версию практически любого издания, существующего в мире. В университете Центральной Азии студенты живут в английском языке. Свободно общаются на языке Байрона не только в учебное, но и в свободное время. Это и понятно. Профессорско-преподавательский состав в университете из разных стран, включая Канаду, Германию, Филиппины, Иран. Здесь один преподаватель на 9 студентов. Даже взгляда со стороны достаточно, чтобы утверждать, что и студенты в вузе необычные. Здесь можно сфокусироваться на учебе. Мне это нравится. И мне нравится, что здесь учат именно о том, что мы должны думать именно о Средней Азии. Потому что многие люди получают образование хорошее, и они уезжают за границу. При этом они никакой вклад не делают в свою страну. Мне нравится, что здесь учат именно тому, что мы должны делать вклад именно в свою страну. Конкурс «Попасть в университет Центральной Азии» участвовали, может, 500 студентов из трех стран. И здесь выбрано 76. Здесь не было квот. Был честный прием. И 56% тех, которые выиграли этот конкурс, это была талантливая молодежь из маленьких городов и сельских местностей, которые не имеют деньги. В университете все необычное, в том числе и столовая. Обстановка самая, что ни на есть располагающая. И даже светильники подчеркивают своеобразие – полет и безграничность мысли. У нас шеф-повар из Кыргызстана. Есть два повара из Сестринского университета Агахана в Пакистане. Мы в основном готовим блюда центрально-азиатской кухни – плов, лагман, баурсаки. Есть блюда русской кухни – борщ, супы. А есть общепризнанная – пицца, паста. Студенты разные, разные запросы. Поэтому сделали микс, нашли выход. Мы не добавляем много специй в блюда. И потому все студенты могут попробовать. Но знакомство с университетом Центральной Азии – это предтеча главного события – официального открытия кампуса в Нарыне. Торжество собрало многочисленных гостей, включая глав и сотрудников дипломатических миссий в Кыргызстане, госорганов неправительственных организаций, средств массовой информации. Но, конечно, самыми ожидаемыми стали его высочество Ага Хан и премьер-министр Киргизии, который зачитал приветственное слово от президента страны Алмазбека Тамбаева. Мы рады тому, что с открытием университета Центральной Азии в нашей молодежи появятся новые возможности для получения более качественного образования, международного стандарта и высокопрофессиональной подготовки. А после официальной части нам удалось поинтересоваться планами развития вуза у его основателя – его высочества Ага Хана. Все идет так, как задумывалось 16 лет назад. Университет построен, учебный процесс начался. Здесь уже обучаются студенты из многих стран. Мы на этом не собираемся останавливаться. Это не кофе-несс-кафе. Там залил водой и молоком, и можно употреблять. Нет, здесь процесс беспрерывный, нескончаемый, потому что деятельность любого вуза нацелена на постоянное развитие и совершенство. В дальнейшем университет Центральной Азии будет делать акцент на научную и профессиональную деятельность, что означает более высокое качество образования студентов. Образование должно быть ориентировано на потребности и чаяния местного сообщества с тем, чтобы приносить пользу государству. Попробуем.